Есть чем гордиться. В сельском поселении Медвежье Озерское подводят спортивные итоги года и сразу о личных достижениях. Николай Масальский, директор физкультурно-спортивного клуба Медвежье Озера, чемпион мира, мастер спорта международного класса, одержал победу во всероссийском смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан. Организатору спортивно-массовой работы в поселении Медвежье Озерское грамоту за подписью министра спорта Российской Федерации вручали на ежегодной четвертой церемонии награждения чемпионов и призеров соревнований сезона 2016 года. Уже более 30 лет Николай Масальский готовит спортсменов в Медвежьих Озерах. Ваше поселение. Действительно, мы констанируем это исполнительная, поведенная власть. Действительно, есть истинные партнеры. Посему и особенно спорт. Те достижения, которые на протяжении 2016 года в области спорта в Медвежье Озерском поселении вы сегодня увидите и мы вместе с вами поприветствуем их и наградим. Это, конечно же, огромный труд всего коллектива и всех жителей сельского поселения Медвежья Озерска. В этот день грамотами, медалями, памятными призами, кубками наградили спортсменов, которые в 2016 году завоевали и для поселений, и для Щелковского района в целом звание победителей и призеров десятков соревнований по многим видам спорта. На сцене команда-победитель по флорболу во всероссийском детско-юношеском турнире «Русская осень». Шлем, штаны специальные для флорбола и перчатка. В принципе, все остальное-то есть. Здесь в поселении развивают многие виды спорта. Это дзюдо, бокс и другие спортивные единоборства. Футбол, хоккей, волейбол, большой теннис. Всего и не перечислишь, так велики спортивные увлечения жителей и их профессиональных наставников-тренеров. Всего же на церемонии в этот день награды за участие в состязаниях районных, областных, всероссийских, международных получили более ста спортсменов всех возрастов. От мала до велика. Я думаю, что нашим детям, и в том числе и родителям, нужно, чтобы дети должны заниматься. Не важно, спортом это, какой-то музыкой, каким-то танцем. Но дети должны заниматься, потому что это, вообще-то, организовывает как-то и дает им образование в жизни. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». А не право.